Всем привет! В эфире Универньюс о студии Надежды Мещерякова. О событиях из жизни университета, а также мировых новостях расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Казанский федеральный университет получил субсидию от Министерства науки высшего образования. В чем причина падения сервисов Google 14 декабря? Ученые Казанского университета изобрели йодное удобрение. В онлайн-формате прошло заседание Объединенного ученого совета Федерального исследовательского центра Казанский научный центр Российской академии наук. На правах члена совета в мероприятии принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. К другим новостям. Казанский университет выиграл конкурс на получение субсидии в размере более 10 миллионов рублей для обучения сотрудников других вузов. Подробнее в сюжете нашего корреспондента. При поддержке Министерства науки высшего образования России в ноябре-декабре в Казанском университете реализуется программа «Инновационные подходы к формированию системы непрерывного обновления профессиональных компетенций граждан и приобретение ими новых профессиональных навыков». Федеральный университет второй год подряд вошел в число вузов, университетов, получателей субсидий на реализацию программ дополнительного профессионального образования. Мы рассматриваем дополнительное профессиональное образование как очень важную функцию. Мы понимаем, что преподаватель – это как раз тот человек, который должен совершенствовать свои компетенции, свои умения на протяжении всей своей профессиональной карьеры. И мы надеемся, что как раз вот эти желающие развиваться, они приедут в университет и пройдут повышение квалификации на базе тех курсов, которые мы им предлагаем. Проект был разделен на три основные программы. Первая – методика создания интеграционных платформ как инструмент поддержки непрерывного профессионального образования. Вторая – разработка методики построения индивидуальных образовательных маршрутов. И особенно актуальная программа во время пандемии – формирование инновационных подходов к реализации программ дополнительного профессионального образования с использованием инструментов онлайн и оффлайн образования. С программами слушатели ознакомливаются в режиме онлайн. Суть в том, что весь учебный материал был расположен на дистанционной платформе КФУ Казанского федерального университета. И наша задача была не только слушателя, преподавателя оставить один на один с учебным материалом. Мы хотели показать именно тот момент, как можно, обучаясь, уже используя все возможные цифровые ресурсы для организации учебного процесса. Реализация проекта предполагает обучение на безвозмездной основе 3100 научно-педагогических работников УЗОВ страны, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения. Нам удалось в условиях взаимодействия с нашими коллегами из Института вычислительной математики и информационных технологий, Института психологии и образования КФУ и, естественно, наших коллег, за короткое время разработать вот эти сложные программы. Статус Казанского Федерального Университета привлекает слушателей и набор на программы закрывается уже в первую неделю. Кристина Надышина, Леонард Влетьяров, Универньюз. 14 декабря ректор Казанского Федерального Университета принял участие в заседании Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, в рамках которого обсуждались перспективы развития полилингвального образования в Республике Татарстан. Ректор выступил с инициативой создания ассоциации ведущих школ республики, куда могли бы войти школы Адамнар, а также лицеи и школы при вузах. К другим новостям. 14 декабря по всему миру упали серверы Google. Пользователи начали жаловаться на неработоспособность многих сервисов платформы. Спустя полтора часа работа возобновилась. В чем причина и как на падение отреагировали жители Казани, смотрите далее. Примерно в 14.30 по московскому времени пользователи со всего мира начали жаловаться на неработоспособность многих сервисов Google. YouTube, поисковая система, почта, Google Drive. Спустя некоторое время российский представитель Google в своем твиттере сообщил о том, что им известна эта проблема и в компании уже принимаются за все возможные варианты для ее решения. Некоторые пользователи тоже прокомментировали этот инцидент, однако в шуточной форме. Когда что-то падает, это означает, что сервер определенного приложения или группа приложений не отвечает на запросы. Как раз-таки сообщения об ошибке, они показывают обычно код ошибок. Если посмотреть в разное время скриншот, там сначала было 500 ошибок, и 500 ошибок, когда сервера нет, то есть его просто физически нет. А потом была 503, это означает, что сервер есть, но он неправильно обрабатывает запрос, то есть внутренние какие-то программы не работают. То есть видно было, что проблема решалась. Проблема была решена в течение нескольких часов. Уже в 8 вечера тот же аккаунт в Твиттере сообщил о работоспособности системы, однако каких-либо подробностей пользователи не выяснили. Для того, чтобы выяснить, в чем уже была проблема, редакция Универ Ньюз обратилась с официальным обращением в компанию и получила официальный ответ. Лев, добрый день. Вчера из-за проблем с квотой внутреннего хранилища произошел сбой системы аутентификации. Сервисы, которые требуют от пользователя входа в систему, выдавали большой коэффициент ошибок. Мы приносим извинения всем, кого задел сбой, и работаем над тем, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем. Вот система аутентификации, это как раз-таки есть система, которая проверяет, что тот логин и пароль, который мы вводим, соответствуют, что пользователь существует и так далее. То есть я предполагаю, что как раз-таки это был какой-то очень-очень второстепенный, рутинный функционал, про который можно было даже забыть. Полуторачасовое падение серверов не сильно, но все же сказалось на тех пользователях, чья работа тесно связана с сервисами Google. Некоторые жаловались на то, что Google таблицы, к примеру, не сохранялись, или же важные документы не отправлялись по почте, ну или же просто терялись. Наша редакция тоже в какой-то степени ощутила на себе последствия падения Google. Те полтора часа то, что отсутствовала функциональность, да, были небольшие проблемы, работа немного встала, но мы в принципе справились, ничего серьезного такого не было. К слову, простые пользователи даже не заметили падения Google в это время. Нет того, что работа была не до этого была. Напомним, что последний раз сервисы Google сталкивались с таким сбоем в октябре 2019 года. Тогда перестал работать сервис YouTube. Пользователи жаловались на невозможность зайти на сайт или же загрузить ролик для платформы. Неполадки были ярко заобменны как россиянам, так и жителям США, Канады, Бразилии и Японии. Лев Диденко, Велета Басова, Универ Ньюс. 17 декабря женская и мужская сборная КФУ играет третий тур чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола. Игра пройдет в Униксе. Трансляция матчей начнется в 17.30 в группе Универ ТВ во Вконтакте, а также на Ютьюбе. Недостаток йода в организме может привести к хронической усталости, головным болям и частым болезням. Как отдельное химическое вещество, йод усваивается хуже, чем в составе продуктов. О том, как насыщить их полезным элементом, смотрите далее. Органическое удобрение для сельскохозяйственных культур, способное повысить в них содержание йода, создали ученые Института экологии и природопользования Казанского университета. Вопросы функциональных пищевых продуктов являются на настоящий момент очень важными. То есть человек не только должен насыщать свое чувство голода, утолять свое чувство голода, но хорошо бы, чтобы он правильно питался здоровой пищей и функциональной пищей. Так ученые придумали создать удобрение, которое будет содержать добавочный йод. Он будет поступать в растения, например, такие как зеленые или зерновые культуры. Поскольку у нас реализовывался проект, где мы получали, делали технологию, создавали технологию получения нетрадиционного нового удобрения на основе куриного помета, который мы получали методом пиролиза, получая так называемый биочар или биоуголь. Мы подумали о том, что как раз на этот биочар и можно нанести йод. Таким образом будет получен двойной эффект. Во-первых, биочар увеличит плодородность почвы и урожайность культур. А во-вторых, будет медленно освобождать йод и тем самым растения его поглотят. Это действительно получилось. Мы провели лабораторные эксперименты, мы провели полевые эксперименты. Весной этого года была одобрена заявка на патент для новой технологии. Также метод был уже опробован на полях индустриального партнера Агросила. Необходимо сделать еще один шаг по конструированию и созданию установки пиролизной непрерывного типа. Потому что количество пометов, навозов, которые образуются, огромное. И та установка, которую мы создали на основе загрузки-выгрузки, с такими объемами просто физически не справляется. По словам Светланы Селивановской, как только этот шаг будет преодолен, технологии можно будет широко использовать. Диана Желенкова, Фаридзе Хитоглы, Универ Ньюс. На этом все. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok